Сегодня 22 июня 2020 года отмечается День памяти и скорби. Именно в этот день, 79 лет назад, началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны. В память о десятках тысяч воевавших муромлян и тех, кто так и не вернулся с полей сражений, к памятнику неизвестному солдату-победителю на площади Победы были возложены живые цветы. В трагический день, ставший началом неисчислимых бедствий для многих людей, по всей стране проводятся памятные мероприятия, различные патриотические акции, зажигаются свечи, возлагаются венки. Не стал исключением и муром. Ежегодно 22 июня в 10 часов утра на этой площади собирались представители общественных организаций, чтобы возложить венки, чтобы почтить память воинов, погибших в Великую Отечественную войну. В связи с трудной обстановкой, с коронавирусом не можем собраться все вместе. Поэтому сегодня на эту площадь мы пришли с Эдуардом Константиновым Шуновым, председателем Совета ветеранов войны и труда правоохранительных органов, возложить цветы в память воинам. Муромляне бережно хранят память о своих героях. Примером тому стал архитектурный комплекс «Книга почета солдат и победы». Книга была открыта пять лет назад. На ее страницах имена муромлян, ушедших на фронт из нашего военкомата. Изначально в книгу было внесено более 30,5 тысяч фамилий. Однако ежегодно здесь появляются новые страницы и новые имена. Есть орфографические ошибки. Есть люди, которые были в Муроме, уехали, но приезжают их дети, вспоминают. И в военкомате мы поднимаем архивные данные и потом на комиссии утверждаем новые списки и дополняем их в новые страницы. Наши земляки своими героическими подвигами прославили наш город и вписали навеки свои имена в страницы памяти. В год 75-летнего юбилея Победы на новую страницу «Книги памяти» занесены имена еще 27 человек. Елена Петрова, Илья Облетов. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok